Литературные чтения, уроки рисования, йога – это лишь часть направлений работы клуба «Активное долголетие». Министр социального развития Московской области Ирина Коклюгина посетила занятия Одинцовского клуба. Результат впечатлил. «Сейчас будем набирать темпы, масштабировать ее, масштабировать в части и открытия клубов, и открытие дополнительных секций, которые здесь есть. То есть по направлению творчества будем развивать больше, под запросы жителей, чтобы им было чем себе занять». Чтобы обеспечить безопасность членов клуба в период пандемии, к занятиям в закрытых помещениях допускают только вакцинированных, либо тех, кто уже переболел. «Часть занятий у нас предусмотрена на улице. Это спортивные занятия, скандинавская ходьба, физкультура, дыхательная гимнастика. И для посещения этих занятий справки мы не требуем. Социальная дистанция только и, собственно, присутствие». Проект «Активное долголетие» в Подмосковье реализуется уже два года. Его популярность стремительно растет. С сентября в программе занятий будут нововведения. Долголетов научат делать и редактировать фотографии. Эмилия Ракелян, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.